Почему я не расту Качественно не изменилась моя жизнь Не обстоятельства определяют твою жизнь Не ситуации определяют твою жизнь А твои решения То, что мы оказались сегодня утром, воскресенье На этом месте Это подтверждает тот факт, что есть в Алма-Ате Люди, которые чего-то ищут Большинство людей в воскресенье утром ничего не ищут Им ничего не надо, они ничего не хотят Они хотят выспаться На самом деле это пропадающее время в жизни человека В воскресенье утром, когда человеку ничего не ищут Ему ничего не надо Он просто спит Он просыпается часов в 11 То ли с бодуна, то ли еще с чего-то С трудовой недели Он очухивается к обеду И он пропускает самое важное в жизни Заряд бодрости, который можно получить здесь в воскресенье утром Скажем ли на это аминь Я верю, что там, где собираются дети Божьи Там, где есть живое Слово Божье Там, где есть люди, которые верят в Божью силу Там есть заряд Божьей силы Не просто бодрости, а заряд Духа Божьего Который, пам, может наполнить нашу жизнь Скажи на это аминь Почему ты утром идешь в воскресенье сюда? Тебе что, делать нечего? Тебе спать не хочется? Хочется! Но я после обеда высплюсь, аллилуйя Хочется спать, но я прихожу, потому что в Доме Божьем есть люди Божьи Иисус сказал, где двое, трое, четверо, восемь собираются во имя Мое Там и я буду посреди них, аллилуйя Я просто прихожу, поесть от Иисуса Иисус сказал, я есть хлеб, шедший с небес Питайтесь! Он говорит, кто не вкусит от плоти, от крови моей, не имеет части во мне Мы приходим ко Свою, дай нам Слово Он говорит, я есть Слово Не просто хлеб Конечно, хлеб нужен, и рис, и макароны, и тесто вам нужно еще И все остальное нам нужно, и овощи, и фрукты Но не пищей одной продлевается наша жизнь Слово может трансформировать Если бы одной пищей у нас все изменения в жизни происходили Тогда бы нам просто ешь, питайся с утра до вечера, и все будет хорошо Но словом Словом происходят изменения Словом А власти языка что находится? Жизнь и смерть Я помню, как я проводил курсы для новообращенных Я говорю, вот какой орган в жизни человека, который производит жизнь и смерть? И мужчины так глаза опускали Я говорю, нет, вы не о том думайте Там только смерть Где находится? Во власти языка Под твоим, вдвоем мягкого Единственный орган в теле человека, где нет костей И там нету костей И это такая смерть Воспаляющая круг жизни Жив Господь Вы знаете Слово, давайте все скажем слово Слово Слово, когда мы оказываемся в окружении слова Это слово начинает менять нашу внутренность Как сделать из человека радостного человека? Ему просто нужно слово Как уничтожить будущее человека? Просто скажи какие-то слова Как дать вдохновение? Скажи слова Всего лишь несколько слов Слова Слова производит Иисус пришел на землю И его основная работа была Пускать слово По всей этой земле Запускать слово Он запускал слово Туда, куда приходит слово Там происходит Что-то изменяется Происходит движение Плохое слово уничтожает Хорошее слово вдохновляет Поднимает Оно крыляет Оно дает шанс летать Не летать охота Плохое слово Тебя раздавливает Смешивает С грязью И ты стоишь и думаешь Зачем я здесь вообще живу? Слово Вы знаете Одно и то же состояние Один человек может радоваться Радоваться какой-то вещи Из-за слова Ему говорят Вау Какое-то слово говорят Да ты что? Молодец И он уже Да, я конечно молодец Не какой-нибудь там соленый огурец Я хороший парень Слово Всего лишь небольшое слово Оно может что-то сделать Что Бог говорит о нас Мы знаем, что это Ключ к успешной жизни Что Бог говорит о нас Очень важно знать Что люди о тебе говорят Почему знать? Ну, на меня это не влияет Но мне все-таки нужно Чтобы кто-то что говорил Обо мне хорошо Мои родители Мои друзья Мои знакомые Они помогают мне расти Если они меня постоянно Будут травить критикой Я умру в конце концов Я сдохну как червяк Людям нужно Чтобы кто-то их ободрял Вам нужно или нет Или вы все Или вам все равно Все равно Будь что хочет Но все равно А что же А ты знаешь, что он про тебя сказал И ты всегда А что, что, что он сказал Не скажу И тогда у тебя вся внутренность раздевается Что же он про меня там сказал Слова Они обитают вокруг нас Эфир наполняется словами Радиоволны дают слова Слова идут отовсюду Газеты, журналы Все кричат слова Слова, слова Все что-то заявляют И когда посмотришь новости Какой-то один ужас Эти слова отравляют сознание Хуже И будет еще хуже И совсем плохо Что же делать нам? Что же делать мне? Некогда мне жить Оказаться в словах Божьих В позитивных словах В свете Божьем Есть путь Божий Есть путь света Божьего Который Бог предлагает Каждому человеку И он начинается со слова И сказал Бог Да будет Халлелуя Сказал Бог Когда Бог говорит Что-то происходит Происходит жизнь Происходит трансформация Происходит изменение Слово приносит жизнь Слово приносит свет Слово приносит изменения Ты в депрессии Знаешь из-за чего? Не из-за погоды Не из-за Не из-за еды Хотя и у мужчин Из-за этого тоже бывают проблемы Но Больше мы находимся в состоянии Одиночества из-за слов Которые мы говорим сами Которые говорят нам окружающие Которые мы слышим Почему люди стали такие депрессионные Последние 10-20 лет Потому что через телевидение Средства массовой информации Негативизм сеется 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 Я смотрю картинки Моей молодости Когда там в советские времена Все жили под гнетом ужасным Ну что-то такое Ура товарищи Все Светлое будущее Будет хорошо И как-то Смотрю на тебя Сейчас посмотрите Вроде свободны Демократия Капитализм Живи как хочешь Что не радуешься Друг Плохо Что плохо У тебя все есть Плохо Вот раньше было лучше Ну да Потому что коммунисты Заботились о том Чтобы в наши уши Попадали хорошие слова Ну помните Там слава КПСС Помните на каждом углу Висело Слава народу Слава трудящимся людям Конечно Сатанинский режим Но они понимали Что людям Что-нибудь хорошее Нужно сказать Вы улавливаете О чем я говорю Дорогие женщины С 8 марта Ну понимаете Сейчас на 8 марта Вы хоть один лозунг Видите Нет Некоторые вешают лозунг Все еще красный вешает Белыми буквами написано Кстати я художником был Я этим занимался же раньше Художника Дересую белыми буквами По красному стягу Слово Наполни жизнь словами Что произошло с одним человеком И давайте я прочитаю Вам из Библии Откроем вместе Это будет наше Ключевое место Из Библии Марка 10 глава История про Вартемея Многие из вас знают эту историю Уже неоднократно слышали Но я хотел бы снова вернуться к ней Марка 10 глава И приходит в Иерихон И когда выходил он То есть Иисус Из Иерихона С учениками своим И множеством народа Вартемей Сын Тимеев Слепой Сидел у дороги Прося милостыни Услышав Что это Иисус на заре Он начал кричать И говорить Иисус Сын Давидов Помилуй меня Многие заставляли его молчать Замолчи Заткнись Остановись Но он еще более Стал кричать Сын Давидов Восклицательный знак Помилуй меня Иисус остановился И велел его позвать Зовут слепого И говорят Не бойся Вставай Зовет тебя Он сбросил с себя В верхнюю одежду Встал и пришел К Иисусу И отвечая ему Иисус спросил Чего ты ходишь От меня Слепой Сказал ему Учитель Чтоб не прозреть Иисус сказал ему Иди вера твоя Спасла тебя Он тотчас прозрел И пошел За Иисусом По дороге Давайте Перелеснем Несколько глав Луки Откроем Луки Эта же история Описана теперь Лукою Когда же он Луки 18 глава Пожалуйста Луки 18 глава И я буду читать Как жарко у вас здесь Халлелуя Все-таки Средняя Азия Сейчас скажу Не волнуйтесь Вы что Не пророки Что ли еще Я прочитаю 35 стих Когда же он Подходил Кирихону Один слепой У дороги Прося Милостыни Услышав Что мимо него Проходит народ Спросил Вот смотрите Маленько точнее Спросил Что это такое Интересный вопрос И ему сказали Что Иисус На заре идет Тогда он закричал Иисус Прозри Вера твоя Спасла Тебя И тотчас Прозрел И пошел За ним Славя Бога И весь народ Видя это Воздал Хвалу Богу История От Луки Одна и та же история Но описанная Двумя Разными Разными Человеками Итак Сидит человек Представьте Человек слепой Слепой Который Никогда ничего Не видел Сидит возле Дороги Все что он привык Он привык К звукам Он привык К звукам Вот он сидит И слышит О это идет Что-то Верблюд идет А это купец идет Жадный Он никогда ничего Не дает Слышит Другие ноги Идут А это идут Рабочие Вот они Мне могут Немножко дать хлеба И он знает С кого что просить Он уже привык Он слышит звуки Он слышит А это домохозяйка Пошла закупать продукты Я знаю этот звук Когда он слышал Группу А это что Свадьба О Они веселятся Они из Ерехона Идут праздновать Там на 28 Подфиловцев парк Праздновать идут Он говорит Это знаю У них можно просить А на свадьбе Всегда много дают И он привык К звукам Вся его жизнь Состояла из разных звуков У дороги Разные звуки Вот чья-то телега идет Он с урожая Возвращается осень Наверняка он не может Чем-то помочь А вот кто-то с рынка идет Он заработал сегодня деньги Настроение хорошее Он понавеселе немножко Он заработал денег Отметил Можно у него просить И он По звукам ног Определял Но однажды Вдруг что-то изменилось Вдруг он услышал Множество Множество ног Топот И он услышал Толпу кричащую И он не мог понять Это люди не на базар идут И не с базара Это не свадьба Потому что на свадьбу Другие звуки Это странная группа Он стал прислушиваться Этой группе Что же это за группа Он слышит Какие-то коллеги кричат Какие-то люди разговаривают Он слышит Как два ученика Проходят и рассуждают Ты слышал? Иисус сказал Возьми крест Исследуй И он услышал Клочки разговоров Он услышал Шум стал нарастать Потому что вокруг Иисуса Всегда была масса людей Он услышал Грубый крик Петра Отвали! Не лезь! Не видишь Иисуса? И он думал Что это за люди? Что это происходит? И посреди этого Он вдруг стал чувствовать Что-то проходит Мимо меня Шум стал нарастать Он подумал Что наверное Случилось что-то Что-то происходит То ли революция То ли Да нет не революция Вроде никто не злой Вроде все мирно идут Куда-то идут Куда они идут Зачем они идут? Кто это такой? Что происходит? Он стал понимать Что что-то важное Сейчас происходит Вы знаете? Он не стал кричать Это была возможность Стало бы кричать Деньги! Дайте слепцу В Артемею денег! Это его профессиональный крик Он умеет кричать Вы знаете как? Я был в Таджикистане И в Душанбе Душанбе Таджикистан Я был в Душанбе И там есть такие мальчики Вот они профессионалы У них такие папы С такой длинной бородой Такой длинный кафтан Лето-жара У него снаружи Плюс 45 Внутри плюс 65 И вокруг него Какие-то пацаны бегают И видно что это отец Или дядя Или еще какой-то начальник И он так раз Знак дает Чек вон Смотри идут какие-то Иди быстро их оббирать И они Я стал прибавлять ход Знаете что они сделали? Они тоже прибавили ход Я подумал Какая настойчивость Я изображаю что Уйдите от меня Остальные видят Что двое за мной уже идут И они поняли Они как на меня Как на кабана Они стали меня загонять Смотрят Дядька идет И я встал Знаете что я сделал? Я просто побежал Знаете что они сделали? Они за мной урванули Сей толпой И чем больше Их толпа Стала орать И потом Они раз Остановились Смотрят на меня Раз Иду Они тоже идут со мной Тише уже стали И потом Когда уже все Все уже отпали Поняли что я жадный Я из Казахстана приехал Вот тебе дам Когда один остался Мне его стало жалко Думаю Ну за твою настойчивость Я достаю ему Даю На держи доллар Я думаю Беги отсюда Иначе я с тобой Что-нибудь сделаю Он говорит Еще И когда все остальные Услышали Крик победы Я понял Что я сделал ошибку И вся эта толпа И вся эта толпа Вместе с папой Рванула в моем направлении И они бежали И они бежали за мной долго Я просто должен был бежать Бежал до гостиницы Утром Наша родня Ты что на 1 доллар И я понял Думаю Боже мой Я вышел И говорю Есть где-нибудь Какой-нибудь запасной выход И они говорят Сзади можно выйти У попрошаек Есть такая профессия Назойливость Знаете Они хорошо Библию знают В смысле Вот это понятие Из Библии Просите Сейчас мы так не знаем Как они знают Они знают Что иногда По настойчивости По неотступности Получат свои Потому что Я уже только Чтобы не сделать Чтобы уже Когда сил нет Убегать Я уже расплачивался А это уже все Ты пустил кровь Для акул Это знак А знаете В Артемии Был из этой категории Он знал Правильный момент Он знал Когда надо просить Мы часто В Артемии Так одухотворяем В Артемии Такой чуть ли не Праведник святой Сидит возле дороги Слепой Жизнь наказала Он так скромно Протягивает руку Подай Ради Христа Иисуса Он не был таким Друзья мои Он был Профессиональным попрошайкой Не надо превращать его В какого-то Такого Духовного Личного Он был со всеми остальными Он был там не один Представляете Когда ты сидишь Группа Где сидит попрошайки От твоего взгляда Стона Вопля Крика Как ты просишь Ты столько и получишь И вы помните Как он закричал Иисус Помил меня Почему у него был Он использовал то Что у него было У него был голос Был голос Чтобы просить Но впервые в жизни Когда вот это случилось Движение Он стал спросить Что это такое Что произошло Здесь написано В Луке написано так И проходит народ И спросил Что это такое Что это такое Что случилось Люди И он слепой И ему ответили Очень лаконично В принципе Что это Иисус На заре идет И он подумал Ничего себе Как он идет Он идет А вокруг него Такая масса людей Он влиятельный человек Я не знаю Знал ли Этот человек Что Иисус исцеляет Наверняка слышал Наверняка были слухи Но в этот момент Вместо того Чтобы просто услышать Шум большой толпы И попросить денег И потом радоваться И говорить Я получил несколько монет А ты сколько получил В этот момент Он спросил Что происходит Иногда в нашей жизни Мы должны спросить Что это такое Что происходит С моей жизнью Что это такое В конце концов Я должен изменить Это должно измениться В моей жизни Это должно измениться Должно Что-то измениться Я не могу оставаться Так как я живу Ну что-то должно измениться Многие люди ждут Что кто-то придет В их жизнь И что-то сделает Люди ждут Что какое-то обстоятельство Что-то случится И вдруг Его прям в белом пиджаке Посадят на белого коня И вперед скажут Но не происходит Это в жизни Спасибо сестра Это не происходит Что это такое Однажды Я повернулся в мою жизнь Сказал Что это такое Что это такое Объясните мне Что происходит Нужно понять Что же происходит Со мной Почему я Тот кто я Я есть Почему я Не там где хотел бы быть И мы так много Мечтаем о том Где мы хотели бы быть Где мы хотели бы общаться Где мы хотели бы работать Что бы мы хотели делать Мы так мечтаем о том Что бы там Мы когда-нибудь Что-нибудь Может быть При каких-то обстоятельствах Что-то случилось Но там ничего не происходит Мы продолжаем мечтать Что-то забудет Не учтет Что-то добавит Что-то прибавит Библия Все конкретно даст И не надо расстраиваться Что тебе ничего не сказали Меня не пустили к нему Но если бы тебя пустили Это было бы последние слова Которые он в жизни сказал И отпустил свой дух пророк Потому что тебя увидел Не нужно пугаться Это жизнь Вы со мной, милые мои? Радуйтесь Сказал он Не сказал Не имеет значения Что это такое? Что же происходит со мною? Почему я нахожусь там Где я нахожусь? Почему я не меняюсь? Почему я не расту? Почему не меняется Мое окружение? Почему качественно Не изменилась моя жизнь? Где то, что Бог говорил В моей жизни? Я хочу это получить сейчас Я хочу начать движение к этому Может быть у тебя вопросы С твоим здоровьем Почему у меня нет здоровья? Однажды задавал вопрос Что это такое? Нужно разозлиться Врачи успокаивают Все нормально Привыкаете Это хроническое И ты говоришь В смысле? И он говорит Теперь каждый год У вас это будет повторяться И возможно однажды Это повторится так сильно Что вы не выживете Это хроническое Наследственное Знаете Как проклятие С врачом общаешься Он говорит Как мама поживает? Ты говоришь Болеет Ясно теперь Почему вы такой Как папа? Болеет Ну Что ж Это генетическая Наследственность И ты думаешь Как приговор какой-то В смысле? Ну вот Знаете Когда ко мне приходят Говорят Вы знаете Я генетически предрасположен Короткой жизни Я говорю В смысле? Все мои родственники Рано умерли И я теперь старший И И говорит Все Видать Скоро все И со мной И человек готовит Уже слово Запускает Уже запускает Скоро Все Все Уже скоро Ну Почему бы тебе Не быть первым Долгожителем В твоем семействе Изменить генетику Раз и навсегда Ну Вы поймите Это природа Так уже В генах Лежит Но изменить этот ген Можно Во имя Иисуса Христа Нужно сказать Ну у меня будет По-другому В моей жизни Будет по-другому Бог работает С моей жизнью У меня будет По-другому Или Другой вопрос Неужели у тебя Нет ни одного Долгожителя В твоем роду Ну есть хоть один Хоть один Есть долгожитель Который прожил Ну Есть Вот зацепись за него Вот у тебя Его наследственность Что это такое В Артемии был вопрос Что же происходит Нужно бы Однажды отрезвиться Очнуться Что происходит С моей жизнью Где я нахожусь Он вдруг Ясно увидел картину Идет Иисус Сын Давидов Мессия Помазанник Пророк Вокруг него Много людей И он сидит здесь Он понимает Он не видит ничего Но он представляет себе Картину Проходит Мимо Возможность Возможность Проходит мимо него Прямо сейчас В этот момент Проходит возможность Ее можно использовать Ее можно не использовать Ее можно использовать По-разному Один кричит Денег Дай Дай Денег 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 Рядом с ним Люди тоже сидели Про них ничего Не написано Но чего просят Попрошайки У дороги Чего попрошайки Просили у учеников Иисуса Чего попрошайки Просили у этой толпы Чего они просили Но был среди них Ник один Который был Немножко иной Он сказал Стойте Тише Что 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 происходит Они говорят Иисус проходит мимо И он сказал Сейчас Или никогда Когда он Самому себе Сказал Его имя Было записано В книгу Книг Попрошайка Бомж Бедняк Оказался Записанным Не просто записанным Еще и имя Его отца Записали Записанным В книге В Библии Только потому Что он понял Что это такое Совсем не такое А сейчас должно быть Совсем все иное Он понял Что в жизни Должна произойти Трансформация И он понял Сейчас или никогда Сейчас или никогда Решение Вдруг созрело Внутри него Решение Или сейчас Или никогда Он стал В обиде Иисус Ему стали Закрывать Заткни Что орешь Что тебе надо Тебе денег надо Не умещай Иисусу Он духовный Когда ему стали Вы знаете Вот это первая проблема Твое окружение Твои ближайшие друзья Когда ты начинаешь Кричать Что это такое Я хочу Чтобы что-то случилось Кричишь Иисус В этот момент Все говорят Не мешай Не отвлекай Не отвлекай Иисуса Он занят Не отвлекай его От важных дел Пойди к посреднику Петру Николаю Федору Там кому-нибудь Сходи Не мешай Иисусу Христу Бартимей Был настойчивым Что есть сил Он стал Он стал Орать Но когда кто-то Орать начинает Толпа утихает И смотри Что случилось Даже Иисус Заметил Вся толпа Приостановилась Орет кто-то Диким криком Иисус Он орал Не просто Иисус Я инвалид Детство Помилуй меня Он был Настойчивый Если бы он так говорил Никто бы его не услышал Ему говорят Ну что просил Получил Не получил Сиди снова Это твоя профессия Это твой Бог так предопределил Твою судьбу Даже рабочее место Тебе назначил Возле дороги Радуйся Что не прокаженный Тем не дают места А тебе дали место Всегда можно найти радость В том обстоятельстве В которых ты находишься Ну да У меня ничего нет Я бедняк Но в конечном итоге Я жив Я жив И это хорошо Такое лжесмирение Все нормально Жизнь прекрасна Я сижу Наверное солнце светит Я не чувствую Я не вижу Люди идут мимо меня Вот проходит какой-то пророк Все отлично Сын Давидов прошел Дали денег Замечательно Хорошие христиане Будьте благословенны Аминь Пригласите меня на вашу евангелизацию Настойчивость Внутри этого человека Было что-то 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 необычное Внутри него было решение Давайте все скажем слово решение Знаете Решение Оттачивает твою судьбу Если кто-то запишивает Сейчас запишите Пожалуйста Решение Оттачивает твою судьбу Решение Поднимает тебя Решение Меняет тебя Жизнь состоит Из решений Правильных Неправильных Но решений Есть решение Есть решение Которое делает Человека Ставит его высоко Есть решение Которое Опускает человека Решение Есть много желаний Пожеланий Вот было бы Да как бы Знаете Вот если бы Вот если бы Однажды В моей жизни Что-то произошло И кто-нибудь пришел Знаете Такое пожелание Вот если бы То-то случилось И там-то И я родился не там А вот родился там А если бы у меня родители были такие А учителя не такие Вот Вот это вся Сумятица Есть решение Не обстоятельства Определяют твою жизнь Не ситуации Определяют твою жизнь А твои решения Твои решения Определяют твою жизнь Хочешь быть радостным Прими решение Хочешь быть счастливым Прими решение Слушайте Хочешь быть богатым Прими решение Ну я не могу Я принял решение Ничего не случилось Три раза уже принимал Ты желал чтобы ты был богатым, ты не принял решение. Решение это что-то большее. Многие из нас желают, чтобы что-то изменилось. Изменилось с питанием, изменилось с лишним весом, изменилось в отношениях с семьей, с детьми. Многие желают, что было бы хорошо, если бы я с большей детьми время проводил, но я занят. Решение, они меняют твою жизнь. Решение делает тебя сильным, и не используя решение, ты становишься слабым. Многие желают, вот если бы что-то случилось. Решение это сила, это генератор, который может изменить твою жизнь. Послушайте внимательно. Я знаю, что здесь есть люди, которые слышат меня сейчас. Решение может изменить все. Кто-то говорит, ты не понимаешь моих обстоятельств? Мои обстоятельства не такие, как твои. Вот если бы я оказался в твоих обстоятельствах, но пойми, моя жизнь состояла из решений. У меня были свои обстоятельства, но были свои решения. И когда я принимал свои решения, эти решения помогли мне подниматься, вставать на новый уровень, идти дальше, смотреть выше. Решение помогает человеку стать другим. Многие ждут случая, чтобы пришел какой-то случай, вот так, и ты, вау, вот и я. Из коробки выскочил, вот они, а вы и не знали. А твоя жизнь до сих пор в коробке, и ты сидишь в этой коробке, и ждешь, когда кто же, кто же откроет эту коробку, а никто не открывает, наоборот, забивает гвозди в твою коробку. И ты слышишь траурную музыку, и твою коробку несут к земле, там дырка в земле, и думаешь, что-то не то. Я хотел выскочить вот так, а меня закапывают. Я не хотел, чтобы меня закапывали. И потом ты сидишь, думаешь, как-то плохо, сыром, не одиноко. Не закапывай свою судьбу, решение. Решение помогает нам, помогает изменить все вокруг. Восьмее сидел и принял решение. Он сказал, все, надоело. Вот что будет. Когда Иисус позвал его, говорит, иди сюда. В Артемея скидывает свою одежду. Ну, вы все знаете, что одежда, это символ его бедности. У него была специальная одежда по прошайке. И он скинул ее одежду, бросил, и стал идти. И толпа расступалась перед ним. Я представляю, как вся толпа стоит и смотрит. Стоит Иисус. Такой коридор образовался. И слепой идет, идет, и натыкается на людей, и понимает, что им, куда ему двигаться. И вот он подходит к Иисусу. Наверняка его кто-то подтолкнул. Вот здесь Иисус. Иисус спрашивает, тебе что надо? Знаете, хорошо знать, что тебе надо. Хорошо знать, а мне что надо? Многие люди молятся, и они не знают, что им надо. Ну, Господи, миру мир. Чтоб все спаслись, и я был богатый. Тебе конкретно что надо? Что ты хочешь? Не знаю, Господь. Пусть все будет на земле хорошо. И даже хочется спеть песню. Солнечный круг. Что тебе надо? Вартемею, тебе что надо от меня? Вартемею, что ты хочешь? Что ты хочешь получить сейчас? Многих людей спрашиваю, которые ищут выход, и думают, куда бы, где бы, и они не зацепились, они только ищут. Я спрашиваю, тебе что надо? Что тебе надо? Тебе это что надо? И люди не могут сформулировать, я не знаю, что мне надо, но чтобы было лучше. Я говорю, ну, определен, что для тебя лучше, и тогда давай сконцентрируйся на этом, концентрируйся на чем-то, что тебе надо. Вартемею нужно было, он знал, мне нужно, чтобы прозреть. Он не просил повышения пенсии, он не просил лучшего места, там, где больше народу проходит, он не просил финансового благословения, он просил зрения. Мне надо, видишь, чтобы прозреть. Так просто. Иисус говорит, только зри. Иисус повернулся и пошел. Что сделал Вартемей? Теперь была группа людей, которые идут за Иисусом, и был Вартемей, который кричал, славил Бога, радовался и всем показывал. Теперь я вижу, я вижу, я вижу, я вижу. на одного радостного человека на земле стало больше. Семь вещей, которые помогли Вартемею вырваться из его оков, из его коробки. Семь вещей, которые помогли ему стать другим, которые помогли ему измениться. Записываем семь вещей. Если у вас, дорогие зрители, есть ручка, возьмите, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы их записали. Семь вещей. Первое. Вартемей не соглашался с его обстоятельствами. Он сказал, я лучше, чем та ситуация, в которой нахожусь сейчас. Я достоин лучшего. Я достоин лучшего. Над многими людьми есть такое ложное чувство удовлетворения, что я вот уже все, что мог, достиг, теперь я вот такой, до пенсии останусь таким, какой есть. Вартемей говорил, я достоин лучшего. У него четкое было понимание, что это не навсегда. Он не соглашался со своей коробкой, это не навсегда. Второе. Вартемей знал, как принять правильное решение из многих выборов. Было много вариантов. Он мог попросить пожертвования, он мог сделать то или другое. Третье. Он знал, что ему нужно. Он знал, как это добиться. Третье. Он верил и знал, что та ситуация, в которой он находится, это временная ситуация. Опять, этот из категории не согласен с сегодняшней обстановкой. Временная ситуация. Давайте все скажем, временная ситуация. Бог способен изменять обстоятельства. Он способен изменить твои ситуации. Самые безнадежные, самые бесполезные, самые тупиковые. Он способен с мгновением одного просто запястья, просто одного слова изменить всю твою жизнь. Временно. Если ты не считаешь, что там, где ты сейчас находишься, это твое лучшее место, и ты достойен этого места, и это место достойно тебя, и вы соответствуете, это временно. Вы улавливаете или нет, мою мысль? Проблема, что люди слишком глубоко опускают корни на временном месте. Они запускают так глубоко корни, будто бы они всю жизнь там собираются жить. Они собираются жить всю жизнь в бедности, они собираются жить всю жизнь в ограниченности, собираются жить свою жизнь в каких-то странных обстоятельствах. Они говорят, это моя жизнь. Не пускай корни. В Артемеи не запустил корни. Видели, как он с легкостью оторвался от того места, хотя его прописали на то место, и все ему говорили о том месте, и наверняка родственники приводили его, ведь у него же был отец, имя написано, приводил его, наверное, отец садил, говорит, работай, сынок, сегодня надо побольше денег заработать. Кричи громче. Наверняка ему родственники помогали создать имидж такого несчастного человека. Будь несчастным, выгляди, вот так ручку тяни, вот так и три потрясывай, кричи, дяденька, дяденька, дайте денег. Наверняка его учили с детства, как выжать побольше денег. И он сказал, не хочу. У него не было наверняка образования, и не было высоких знаний, потому что он был слепой, он был инвалид, и ему было труднее всех остальных. Но он сказал, не соглашаюсь с этим. Не соглашаюсь с этим. Четвертое. Бартимей знал, что у него есть то, что он мог использовать. Хотя у него не было зрения, но у него были уши, и был рот. И он услышал, и он кричал. Он был настойчивым в своем крике. Он кричал, он просил, используй то, что есть. Многие люди говорят, вот если бы у меня было это, тогда бы я смог стать бы, наверное, вот таким бы. У него был рот, и были уши. Он услышал, и он стал требовать, он стал кричать, он стал вопить. Не жди, пока придут тебе ресурсы, или какие-то возможности, начинай использовать то, что есть. Это ошибка почти всех людей, которые начинают бизнес. У меня нет стартового капитала. Серьезно. Ты прямо на планете Марс живешь, и ты просто омеба в туфельке, и у тебя ничего нету. У нее одна туфелька, а у тебя вообще ничего нету. Ты просто бедняжка, и у тебя каждый день сплошные катастрофы. У тебя нету ни языка, ни ушей, ни глаз, ни рук, ты, у тебя ничего нету, да? Что-нибудь есть? Я помню вот эту историю. Знаете, один человек добился невероятных успехов, художник. каждый день он рисовал картины свои, и его картины уходили за огромные деньги и уходят до сегодня, живут до сегодня. Он живет в Беверли-Хиллз, очень большой дом. У него каждое утро приходят люди, которые убирают гувернантки, которые готовят ему еду. И есть люди, которые кормят его, кормят его. его одевают, его причёсывают, ему одевают очки на глаза, ему помогают, когда он походит к своему лимузину и к нему открывает дверь, и он садится в свой лимузин. За ним всё делают. Он добился невероятных успехов. Не правда ли, классный человек? Одна вещь, у него нету рук. У него нету рук. Он родился без рук. Он миллионер. Он родился в бедной семье без рук. Знаете, когда его родители смотрели на него, он лежал маленький, он был дома. И вы знаете, такое состояние, когда ребёнок инвалид. И они смотрели на него и не знали, что делать. Ребёнок подрастал, и ему сильно хотелось сладкого. И однажды родители увидели интересную картину, как вот этот ребёнок катится, заползает на стол и берёт зубочистку, намачивает слюной и окунает в сахар. Достает и облизывает её. Они смотрели на него, что он делает? Ему просто хочется сладкого. И знаете, что он делает? он использует, что он может. Многие бы из нас ныли бы и кричали, как мне плохо, как мне плохо, я сладкого хочу. А он упорный залазит на стол, облизывает зубочистку, обмакивает сахар, кладёт её на стол и облизывает её и снова кладёт. и они сказали, у этого ребёнка есть, у этого ребёнка есть что-то. Он хочет добиться чего-то. У него есть решение использовать то, что у него есть. Когда он получал образование, он не мог не писать ничего, но однажды он пришёл на урок рисования, и все дети что-то делали, рисовали, и он не мог рисовать. И тогда он взял карандаш в зубы и он стал по бумаге водить. И потом учителя посмотреть, как неплохо, неплохо. И он стал стараться, стал стараться. Ему сделали специальное приспособление держать кисточки, краски, и он стал рисовать картины. Он человек. Он добился признания успеха. Многие люди имеют всё, но у них нет решения. Они не используют то, что имеют, они плачут. У меня нет этого, и этого нет, и этого нет. Используй то, что есть в твоей жизни. Запишите, Вартимей использовал то, что имел. Пятое. Он хорошо знал, что его будущее будет лучше, прошлое. Будущее лучше, чем прошлое. Люди, которые списали своё будущее и говорят, что ничего хорошего я там не вижу, они там ничего хорошего не найдут. о церкви. Притча 31 глава Соломон говорит, что она с радостью, эта добрая жена, смотрит в будущее. С радостью смотрит в будущее. Давайте вместе скажем, с радостью смотрит в будущее. Это хорошее состояние с радостью, с ожиданием. Вау, классно. Всё будет хорошо. С радостью смотри в будущее своих детей. С радостью смотри в будущее своей семьи. С радостью смотри в будущее своей компании. с радостью смотри в будущее шестое он видел невидимое он знал что с богом достаточно иметь переживания только один раз люди просили его остановиться но он знал что сейчас не время останавливаться он знал когда нужно действовать шестой пункт он знал время своего действия и по седьмое он кричал знаете вы когда видели что человек который участвует в вилогонки пришел какой-нибудь 38 и пересек линию и вот так делал я ура ура вы когда видели чтобы он кричал пришел 38 он кричит от радости как чтобы ты делал себе ты пришел 38 то есть в забегах вилогонках каких-то кроссах участвует кто когда-нибудь участвовал в жизни настоящих спартаки адах там соревновались с другими отлично вы знаете когда ты приходишь первый знаете вот это цене спортсменов я никогда не мог понять и до сих пор не понимаю чему радоваться но когда они приходят первые я видел как эти знаете мне меня это показывали олимпиаду я был в америке я смотрю как в этот странный вид спорта вот эти на санках катаются или как вот я не знаю как это такая длинная штука 4 мужика бегут потом второй раз тюк заскочил и третий тюк и последний щек заскочил и все там сидят я думаю какой ужас скорость 120 километров в час несутся по льду на каких-то и сидят я вристайл как там и там камера показывает как там у них и показывает первая команда приезжает и там табло у них лучшее время они я думаю как классно потом следующая команда они расхватят прям за ними еду следом они приходят на четверть секунды быстрее они выскакивают а тех показывать уже третья команда и потом выскочили россия я не знаю как но почему-то они быстрее всех принеслись и они приходят и они громче всех потому что они были думал какое вот это странное чувство когда ты пересекаешь там до 20 ты или какая-то ну я не знаю тысячная доля секунды и тебе дает такую радость подожжет звук длится дольше чем эта доля секунды но какая радость в жизни человека я подумал как мало нужно спортсменам для радости всего лишь какая-то доля секунды и знаете если бы никто на земном шаре не смазано не смотрел эту олимпиаду и никому бы не было дело до этого и все бы сидели дома и вот он пришел вперед всех он бы так не радовался но это слава победа я кричу знаете победитель всегда кричит скажем на это аминь победитель кричит барти месс стал кричать могут молчи молчи как я буду молчать когда я победитель как я буду молчать когда иисус рядом проходит победитель кричит не разрешaurей своему рту остановиться не умолкай если вы замолчите камни будут кричать иисус для камни будут кричать и вы их остановите пусть молчат пусть я молча замолчить я был в одном месте там где иисус нагорную проповедь читал и там такая надпись там там тишина здесь бог и такая лицо чековым смотрим и тише здесь бог заходишь там этому усыпляют бога что ли это какая-то к мелодичная музыка похоронная знаешь или помер кто и там тише не мешайте богу бог здесь думает или что-то делает я никак не мог понять тех людей которые говорят присутствии божьем молчать кричи в присутствии божьем зови призывающего имя возрадуются будут ликовать и кричать в артемей кричал в артемей заявлял в артемей был громче всех скажем на это аминь вы знаете я хочу дать вам несколько слов первое решение давайте все скажем решением решение мы говорили оттачивать нашу судьбу решение делает поворотный момент многие меня спрашивают что изменилось когда что произошло когда ты не поехал в америку это произошло решение что теперь я служитель божий вся моя родня уезжала я сказал хватит что происходит когда человек пример производит решение меняется вся жизнь но после решения должно начаться действие запишите действие скажем вместе действие многие люди ждут когда начать действие ожидание лучшего времени не является действием ну вот наступят времена получше тогда начнем принимать решение пройдет немного времени и потом мы начнем это хуже всего решение и действие они следуют за один за другим я найду решение и выход но если я не найду решение выход тогда я буду действовать и создам решение и выход это принцип успешного человека многие люди ждут когда выход приползет к ним дверь в стене раз так он сидит здесь когда же есть появится дверь и дверь так приползает приползла дверь и заходи теперь вот зашла дверь откроется я тогда зайду дверь открылась а если позовут я за а если выйдет ангел возьмет меня за руку так это уже дверь на небеса будет многие ждут что то прям приполжет приползет выход иисус принесет дверь так поставить перед ним они говорят яける дверь овцам давай вот это только баран fuera дверь открылась и бы он бэээээ Давай дюк 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 petites благодать царство небесное ну радуйся вечная жизнь силам ну что тебе надо здесь исцеление будет хочешь пойдем здесь царство божие как баран на новые многие так к решению относятся нужно принимать решение решение изменит твою жизнь решение сделать тебя новым человеком я принял решение изменить свою жизнь жизнь изменилась есть бог спасение вечная жизнь есть решение вы знаете без действия ничего не происходит решение всегда поддерживается действие слово божье живо и действенно и острее бою до острова меча потому что бог производит вас хотение и действие по своему благоволению а во христе иисусе не имеет не имеет силы не обрезание не не обрезание но вера действующая любовью вера действующая давайте скажем вера действующая иаков пишет как тело без духа мертво так и вера без дел мертва с великой радостью братья мои как принимаете когда впадаете в различные испытания искушения зная что испытание вашей веры производит терпение а дальше терпение должно иметь совершенное действие давайте скажем совершенное действие мне так нравится комбинация слов совершенное действие совершенное действие не просто ну попробуй еще раз нет не надо пробовать совершенное действие давайте скажем вместе не просто пожелание ну может что получится господи благослови вперед я иду и действую терпение должно быть вера производит терпение почему вера она начинает действовать а терпение это постоянство и ты делаешь делаешь не устал и ты продолжаешь делать делать не могу не могу делать 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 я устал терпение уже веру забыл давай и теперь нужно быть совершенно давай 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 еще совершенно 10 давай давай вера терпение действия не просто действие совершенное действие чтобы вы были совершены совершенные совершены во всей полноте без всякого недостатка не без какого-либо чтобы все было красно красиво решение действие вера это решение терпение это действие только что вы посмотрели проповедь которая наверняка повлиял на вас я молюсь чтобы это слово которое было посеяно сегодня оно пришло вашу жизнь и принесло плод было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас вашей семьи вашей церкви для вашей жизни пусть бог благословит вас надеюсь каждая проповедь которую вы слушаете в эфире мои проповеди или других проповедников приносит для вас благословение но вы знаете много людей готовят эту проповедь операторы режиссер редакторы съемщики люди которые занимаются тем чтобы подготовить их к эфиру и запустить в эфир огромная команда людей трудится я хочу попросить вас поддержите нас делать божье дело дальше вам нравится эфир телеканал сену вам нравится проповеди вам нравятся программы сделайте все возможное чтобы мы не остановились поддержите нас вы заправьте нашу машину бензином чтобы могли уехать далеко машина с пустым баком далеко не уедет телеканал без партнеров без ресурсов не сможет далеко уехать у нас нет рекламы у нас нет заграничных американских хозяев у нас нет мега корпорации которые бы были дочерние предприятия у нас есть только вы и господь вместе мы можем многое сделать с вашим участием с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди евангелия доверяете ли вы мне тогда большая просьба поддержите поддержите меня поддержите служение христианского эфира чтобы проповедь не останавливалась я сделал все что в моих силах чтобы каждая ваша копейка посеянная пожертвованная в телеканал сенул в это служение она принесла большой эффект и многие люди узнали про иисуса христа пусть бог благословит вас благослови ваши посевы благословит вашу веру благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНЛ – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, которая является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство, ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас!